Всем хайнарут! Добро пожаловать на наше шоу интервью! Всем, кто смотрел прошлый ролик и поставил лайкосик с ютубером Назар Шоу, огромная благодарность. Сегодня наше интервью будет пояснительным и кратким. Ведь краткость — сестра таланта, как говорят. Итак, встречаем. Глава молодого сервера по The Isle, The World of Dinos, я думаю, многие его уже знают, Фредди. Фредди, расскажи немного о себе, представься. Всем привет! Большинство меня знает, как Фредди. Либо же Фредди. Зовут меня Андрей. Ну, не старый, не молодой. 27 лет, скоро будет 28. Ну, я основатель проекта The World of Dinos, ну, либо же, как его называют, мир динозавров. The World of Dinos — молодой сервер. Многие не знают о нем, но он уже на слуху, так сказать. Проект недавно открылся, ознакомь зрителей с ним. Действительно, проект довольно-таки молодой. 4 августа будет ему 3 месяца. По поводу того, что на слуху, не на слуху, это, наверное, нужно у зрителей спросить, они, наверное, лучше знают. Вот, по поводу, пару слов о проекте. Ну, минимальное количество правил. Все легко и просто. Достаточно отзывчивая администрация. Так сказать, все для игроков. Почему ты решил начать именно с Ислы? Насколько я знаю, ты готов был открыть проекты по другим играм. Даже Arma 3 и другие. Почему я начал именно с Ислы? Потому что Ислам для меня такое место, где я могу отдохнуть после тяжелых будней, поиграть с друзьями, пообщаться с друзьями и тому подобное. То, что были другие игры на уме, я могу так сказать, они не были, они, в принципе, и сейчас есть. И это в планах на дальнейшее будущее. Чем тебе нравится Исла? Чем именно она тебя зацепила? Чем меня зацепила Исла? Ну, Исла меня зацепила, более всего, это своей реалистичностью. То есть, не секрет, я любитель реалистичных проектов. Люблю реалистичные военные симуляторы, люблю реалистичные симуляторы выживания. Ну, и такого рода игры. Вот, Исла этим же меня и зацепила. Каким именно должен быть глава сервера? Многие проекты открывались и имели достаточно хорошие успехи. Но именно из-за глав они теряли крах. И сейчас они закрыты. Ну, по поводу того, каким должен быть глава проекта, ребят, я вам, наверное, не смогу сказать. Потому что все мы люди разные. Вот, все мы думаем по-разному. Каждый видит свое развитие, своего проекта по-своему. И вот так я, наверное, отвечу на этот вопрос. Потому что у меня нет конкретного ответа на такой же вопрос. Знаю, у проекта есть уже недоброжелатели, так сказать. Что думаешь об этом? Ну, по поводу недоброжелателей... Это, наверное, есть. Я не знаю, я особо не сталкивался с такими людьми. Вот. Ну, это недоброжелатели. Они, в принципе, есть повсюду и повсеместно. Вот. Ну, могу вот так вот сказать. Не можешь же ты быть конфеткой, которую все любят. Планы на будущее по серверу можешь открыть секретики? По поводу планов. Да, планов есть у нас очень много. Что на развитие самого проекта, что на улучшение игрового процесса. Вот. Также мы принимаем интересные идеи от игроков. Рассматриваем с ребятами старшей администрации, с управляющими. Вот. Некоторые мы принимаем, вносим. Вот. Ну, давайте вот я вам расскажу, наверное, один секрет. Вот. У нас сейчас идет работа над масштабным обновлением сайта. Вот. И скоро он уже будет доступен. Вот. Такой вам секретик расскажу. Планируешь ли ты открыть в будущем сервер по каким-нибудь другим игровым проектам? По поводу планов на другие игры. Так, как я сказал, у меня изначально было очень много игр на заметке. То есть, где бы я хотел открыть такой проект, на котором мне бы самому было приятно играть. Вот. Да, у меня есть планы на открытие проектов в других играх. Вот. Это те игры в тех жанрах, которые я люблю, которые я там был, называл. Вот. Да, в дальнейшем, в будущем, конечно, будем открывать и другие игровые проекты вот, на нашей платформе. Многие люди думают, что открыть свой сервер очень просто и легко его содержать. Даже сейчас, пока ваш проект маленький, насколько это требует сил и внимания? Многие люди думают, что открыть и содержать свой сервер это легко и просто. Давайте поговорим на эту тему и разобьем ее на два блока. Открытие и содержание игрового сервера. Начнем мы, пожалуй, с открытия. Да, действительно, открыть свой сервер это не составляет труда. То есть, в интернете есть масса хостеров, которые предоставляют услуги по открытию игровых серверов. Вы зашли, выбрали, купили, оплатили, включили он в онлайне, вы там зашли с друзьями, поиграли, к вам зашло, там может, пару человек рандомных поиграло с вами. Ну и все, на этом открытие игрового сервера в принципе закончено. Теперь мы перейдем к второму блоку, это содержание игрового сервера. Вот тут уже не так все легко и просто. Для того, чтобы содержать свой сервер, вам нужно три вещи. первое и самое наверное главное это финансовая составляющая. Содержание игрового сервера, его реклама, его развитие стоит очень больших денег. То есть это не исчисляется там в тысячах рублей, это исчисляется в тысячах долларов. Это я говорю вам сразу напрямую в это время, потому что комьюнити исчисление настолько большое. Второе, что вам нужно это большая команда. Ну, смотрите, команда вас должна быть не с каких-то там друзей, не с каких-то там проходящих мимо людей. То есть команду вы должны отбирать нормальную и набирать нормальных людей. ну и третье это ваша же моральная устойчивость и ваше терпение, потому что не все сразу. Развитие игрового сервера это не очень быстро происходит, это происходит очень долго, потому что есть конкурентная среда и все тому подобное. То есть это не так легко, как вам кажется. Фредди, будет ли какое-то особое отличие сервера The World of Dinos от остальных уже знакомых игрокам ИСЛЫ проектов. Будет ли The World of Dinos как-то отличаться от других серверов в дальнейшем? Я вам отвечу на это вот так вот. Сейчас в данный момент наш сервер принял финальный вид. То есть он уже изменяться не будет, ну может будут какие-то изменения некритические, которые не будут влиять на игровой процесс. вот. То есть он останется в таком же играбельном виде, то есть простота правил, то есть максимально адекватная администрация и максимальное игровое погружение. Давай немного личного влечения в жизни и хобби, если есть. По поводу личного увлечения, ну смотрите, увлечение, хобби. сейчас у меня в данный момент как хобби это же наш проект The World of Dinos, вот, увлечений, но с этой работой у меня, можно сказать, не осталось. Все, что сейчас в данный момент есть, это The World of Dinos, это основная работа, и это хожу, занимаясь в зал, так сказать, железо таскаю, ну и на этом все. Ну, под конец, как всегда, пожелания игрокам и зрителям. Ну, и пожелания для зрителей и игроков, самое главное, наверное, это здоровье ребятки, для вас и вашей семьи, для ваших родных, вот, а уже все остальное уже прибудет со временем, вот, желаю вам хорошего комьюнити, и также оформляем подписочку на скайчика, ставим лайки, ставим колокольчик, всем до свидания и хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok